Я являюсь авторизованным тренером по SDL Trados и я буду проводить сегодняшний тренинг. Итак, давайте начнем. Организационные моменты. Вебинар продлится наше 3 часа. У всех участников вебинара выключены микрофоны. Если у вас будут возникать вопросы в течение вебинара, пожалуйста, задавайте их в специальной секции Q&A и я постараюсь на них отвечать. Я думаю, что отвечать буду в режиме после завершения каждой логической части. Я постараюсь отвечать на вопросы по этой части. Есть окно чата, есть окно Q&A, лучше, наверное, задавать ее через Q&A. Соответственно, если у вас будут возникать вопросы по окончании тренинга, я вас приглашаю присоединяться в сообщество пользователей SDL Trados. Адрес сейчас у вас на экранах. Там можно пообщаться как со специалистами компании SDL, так и с коллегами. С опытными коллегами, которые могут что-то подсказать и ответить. Если вы вдруг перестанете меня слышать, то, пожалуйста, опять же, сообщите об этом через чат. Можно попробовать обновить экран, выйти и зайти снова. Важный момент еще один. Записи вебинара сегодняшнего не будет. И сегодняшний вебинар – это такой обобщенный вебинар, который включает в себя целых три тренинга. Сейчас я об этом расскажу. Собственно, сегодняшний тренинг – это сокращенная версия, которая объединяет три курса. Это тренинги по SDL Trados Studio для переводчиков начального уровня, первая часть и вторая часть, а также среднего уровня. Как я уже сказала, записи этого вебинара не будет. По окончании вебинара все участники получат доступ к сертификации по SDL Trados Studio для переводчиков. Сертификация первого и второго уровня. Что такое сертификация, если кто-то не в курсе? Сертификация с SDL Trados – это комплекс, который состоит из учебных материалов и многоуровневых тестов. Соответственно, для переводчиков и для менеджеров проекта. После успешной сдачи экзамена вы получаете электронный сертификат, подтверждающий ваши знания, ваши навыки владения системой SDL Trados. Для того, чтобы получить доступ к сертификации, вам необходимо создать, зарегистрировать электронный кабинет свой на сервере SDL. И все материалы, все экзамены будут загружены в этот электронный кабинет. И вы уже в любое удобное для вас время сможете сдать экзамен. То есть тест дается в режиме реального времени, в тесте 40 вопросов и 40 минут дается на сдачу этого теста. Ну, давайте я вам покажу, как выглядит сертификат. То есть вы получаете вот такой вот электронный сертификат, где написано о том, какой тест вы прошли. Соответственно, для переводчиков 3 уровня тестов вам предоставится доступ к первому и второму уровню по окончании этого тренинга. Соответственно, это уникальная страница, ссылку на которую можно отправлять своим потенциальным работодателям, ну и добавлять к режиму. Окей, собственно, о компании нашей. Это компания T-Service. Я представляю компанию T-Service, и мы являемся авторизованными реселлерами продуктов из Дель Традоса в России и странах СНГ. Осуществляем продажи и сопровождение данных продуктов. То есть мы обучаем, мы являемся авторизованным центром обучения по Традосу и Мультитерму. Мы осуществляем поддержку наших пользователей и внедрение корпоративных решений. Если будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, тоже обращайтесь к нам по указанным адресам. Итак, собственно, перейдем от организационных моментов и непосредственно к программе тренинга, что мы сегодня с вами рассмотрим. Итак, мы поговорим о технологиях, о ключевых технологиях, которые применяются в СД Эль Традос Студио. Это память приводов, Translation Memory, это терминологические базы и словарь Actos Adgest. Далее мы познакомимся с платформой СД Эль Традос Студио. И затем перейдем к переводу одного документа. В СД Эль Традос Студио есть два сценария работы с документами. Это перевод одного документа и перевод проекта. То есть когда у вас есть один документ, нет смысла создавать проект, можно просто открыть документ, начать его переводить. Но когда у вас есть пакет документов, чтобы сразу же их обработать, все одним пакетом, а не каждый в отдельности, удобнее создавать проект. Соответственно, мы с вами рассмотрим оба эти сценария. Это перевод одного документа и все возможности студии, ну точнее не все, а основные, наоборот, минимум скорее возможностей, студию по переводу документов. Затем я вам расскажу о новой технологии памяти переводов, о технологии Uplift, которая позволяет получать совпадение из памяти переводов на новом уровне, на уровне фрагментов. И подробно расскажу о том, как она работает и продемонстрирую это тоже на примере. И затем мы перейдем к сценарию по переводу проекта. То есть мы посмотрим, как создавать проект, как получать статистику по проекту, как переводить файлы, входящие в проект и так далее. Далее мы посмотрим, сколько времени у нас будет с вами оставаться. Я добавила здесь просто в этот тренинг еще две небольшие части. Это создание памяти переводов на основе ранее приведенных документов. То есть если у вас есть документы, которые пересекаются с вашими текущими проектами, они могут быть вам полезны для перевода этих проектов. Соответственно, чтобы создать себе предварительную память переводов по ним, мы можем воспользоваться инструментом сопоставления документов. И в заключении, опять же, насколько нам с вами хватит времени, мы посмотрим, как создавать терминологическую базу из глоссаря в формате Excel. Мы посмотрим, как его можно быстро преобразовать с помощью приложения портала SDL App Store Goals и реконвертера. И затем посмотрим, как эта база подключается к переводу в SDL Trades Studio, а также, как мы ее можем пополнять в процессе перевода непосредственно в SDL Trades Studio. Итак, давайте поговорим о технологиях SDL Trades Studio. Итак, основные технологии. То есть это те лингвистические ресурсы, которые мы применяем в процессе перевода документов в SDL Trades Studio. Это память переводов, это словарь автосоджест и терминологическая база. Я хочу подробнее рассказать о каждой из этих технологий, точнее о двух, о памяти переводов и о терминологической базе, поэтому давайте перейдем на следующий экран. И, собственно, следующий экран – это экран посвящен технологии памяти переводов. Память переводов – это база данных, где сохраняются в процессе перевода все выполняемые вами переводы. В каком виде эти переводы сохраняются? Эти переводы сохраняются в виде единиц перевода. Единицы перевода представляют собой исходное предложение и соответствующему переведенное предложение. Сейчас как раз перед нами пример этой единицы перевода, а также дополнительная информация о том, кто выполнил перевод этого предложения, когда, и, может быть, кто изменил и когда. Итак, соответственно, при переводе документов в студию система переходит от одного предложения к другому по документу и осуществляет поиск совпадений. Соответственно, в результате поиска совпадений мы можем получить неточное совпадение. То есть мы переводили похожее предложение, которое требуется отредактировать, чтобы привести его к нашему текущему сегменту. Может быть точное совпадение, то есть точно такое же предложение вы уже переводили, вы либо ваш коллега, который также работает с общей памятью переводов. Также может быть контекстное совпадение. Контекстное совпадение – это еще более точное совпадение, нежели просто точное совпадение. Система проверяет предложения, стоявшие до и после текущего сегмента. Соответственно, если они совпадают, то считается, что у нас идет совпадение по контексту. То есть этому совпадению мы можем доверять еще больше. Ну, конечно же, совпадений может и не быть. Такой сценарий тоже возможен. И теперь, начиная с студии 2017, в памяти сохраняются не только единицы переводов, но и совпадения на уровне фрагментов. При сохранении в памяти единицы перевода система устанавливает связи между словами и словосочетаниями этого предложения. И вот в правом нижнем углу экрана вы можете видеть примеры таких соответствий, то есть соответствий на уровне фрагментов. И в случае, если совпадений для целого сегмента в памяти не найдено, система осуществляет поиск на уровне фрагментов. Соответственно, и предлагает нам подсказки в виде фрагментов, то есть кусочков наших предложений. И они, опять же, отображаются, мы видим, исходное словосочетание и соответствующее ему переведенное словосочетание из другой единицы перевода, которое мы также можем использовать для перевода нашего текущего сегмента. Такие подсказки на уровне фрагментов, они называются Uplift Recall. Это технология памяти переводов Uplift, новая технология в студии 2017. Итак, память переводов. Память переводов – основная ключевая технология, то есть ключевые лингвистические ресурсы, которые мы используем в процессе перевода в студию. Она пополняется автоматически в тот момент, когда мы подтверждаем сегмент в SDL Trado Studio. Вторая ключевая технология в SDL Trado Studio – это терминологическая база. Терминологическая база служит для сохранения какой-то специализированной терминологии, то есть не общедоступной, общепотребительной терминов, а именно специализированной терминологии. Это база данных, это может быть многоязычная база данных, в ней может быть неограниченное количество языков. Благодаря тому, что при построении этой терминологической базы мы ориентируемся не на лексическую форму слова, а на понятия. И благодаря тому, что в основе словарной статьи наша терминологическая база состоит из словарных статей, и в основе словарной статьи берется какое-то понятие, и даются все возможные термины, описывающие данное понятие. А также дополнительная информация, которая поможет нам принять правильное решение о применимости того или иного термина в конкретной ситуации. То есть это могут быть какие-то статусы, это могут быть графические объекты, ссылки на какие-то внешние справочные ресурсы, перекрестные ссылки, контекст, информация заказчика. То есть может быть для одного заказчика это понятие переводится одним термином, а для другого – другим. То есть любая дополнительная информация. И благодаря ориентации на понятия мы можем осуществлять поиск по терминологической базе в любом направлении. То есть благодаря этому она может быть многоязычной, и в каком бы направлении мы не выполняли поиск, с русского на английский, с английского на русский, с английского на немецкий, с немецкого на английский, результаты будут одинаково верные. С точки зрения переводчика важно то, что в процессе перевода осуществляется поиск, автоматический поиск терминов по подключенной терминологической базе. То есть мы видим результаты и из базы переводов, и из терминологической базы. А также можем пополнять эту терминологическую базу в процессе перевода. И третья технология, о которой здесь упоминалось, это словаре автосаджист. Я вернусь сейчас на слайд с обзором технологий и кратко расскажу об этом словаре, поскольку это скорее производная от памяти переводов. Что такое словарь автосаджист? Это словарь, который система создает автоматически из памяти переводов. В этот словарь попадают часто употребляемые слова и словосочетания из нашей базы переводов, а также сохраняется информация о контексте, в котором они использовались. И далее этот словарь мы подключаем в процессе перевода для автоматических подсказок. То есть он работает как Т9 при наборе смс-сообщений, текстовых сообщений в нашем смартфоне. То есть когда вы начинаете набирать какие-то буквы, первые буквы слова, приложение вам выдает подсказку полного слова. Так и здесь. Автосаджист выдает подсказку на уровне слов и словосочетаний, подходящей по данному контексте. То есть такие интерактивные подсказки в процессе перевода. Этот словарь является закрытым словарем, то есть мы не можем посмотреть, что в этом словаре система сохранила. Не можем как-то повлиять на процесс извлечения этих слов и словосочетаний. То есть он закрытый словарь, и мы можем только пользоваться, что он нам подсказывает. И на этом все. Итак, использование данных технологий позволяет нам многократно использовать ранее приведенный материал, добиваться более высокого качества за счет соблюдения корректной терминологии, добиваться согласованности, если мы работаем над проектом в группе. То есть мы не переводим одно и то же предложение несколько раз, мы видим результаты перевода коллег, и имеем возможность переводить одинаковые предложения, словосочетания и термин. Соответственно, растет скорость за счет того, что мы не переводим одинаковые вещи. Итак, простите, пожалуйста, сценарий перевода одного документа. Мы помним, что у нас два сценария, это проект и документ. Рассматриваем сценарий перевода одного документа. Итак, на входе у нас есть документ в любом формате, в любом поддерживаемом формате, то есть количество форматов поддерживаемых огромное, то есть это все офисные приложения, это, конечно же, XML, это PDF и многие другие. Сдательские программы, HTML, в общем, список очень большой. Итак, какой бы документ мы ни получили, при открытии документа он преобразуется из исходного формата в промежуточный. Этот промежуточный формат, он имеет расширение с делик-слив. То есть такой промежуточный документ, в который извлекается текст, который нам необходимо перевести. Соответственно, мы подключаем наши лингвистические ресурсы для перевода этого документа и получаем этот промежуточный документ, над которым мы и работаем. То есть с использованием этих лингвистических ресурсов. Далее мы получаем переведенный двуязычный документ и уже его сохраняем в конечном формате, то есть в том формате, который у нас был и на входе. То есть такой вот сценарий простой. В случае создания проекта мы готовим, у нас первый этап – это подготовка файлов. То есть мы готовим сразу же все файлы. Ну, в принципе, процесс схож. То есть мы добавляем языки привода нашего проекта, добавляем файлы, добавляем лингвистические ресурсы. И далее все документы также преобразуются в промежуточный документ, выполняется анализ, то есть подсчет статистики по этим документам, также применяется память переводов и так далее. Ну и готовятся эти документы к переводу. Собственно, этап перевода, он точно такой же. То есть мы переводим с использованием всех возможностей системы из Белитрада Студия, то есть с инструментами проверки качества, добавление комментариев, предварительного просмотра и так далее. Ну и, собственно, на выходе мы получаем переведенные документы и уже завершаем опять же наш проект, получая файлы, подготовленные уже для сдачи. То есть здесь все эти операции применяются не к одному документу, а сразу же к пакету документов. Ну, несколько моментов. В процессе перевода мы можем пользоваться одновременно несколькими базами переводов. И тут нет какого-то единого мнения среди переводчиков, как лучше ввести одну общую память переводов по направлению, то есть с английского на русский одна память, а с русского на английский другая. И общая память по всем тематикам и по всем заказчикам. Или же ввести раздельные базы переводов по тематикам, по заказчикам. И, соответственно, иметь большое количество этих баз и в зависимости от ситуации подключать одну или несколько подходящих баз. То есть такие ситуации тоже возможны. И в этом случае мы имеем возможность подключать к переводу несколько баз и подключать их как в режиме чтения записи, так и только в справочном режиме. Например, когда нам коллега прислал свою память по схожей тематике, мы можем ее добавить в качестве справочной. Как при переводе документов, так и при создании проектов мы получаем отчеты, содержащие статистика по предстоящему переводу документов, в которых содержится информация об общем объеме всех документов, входящих в проекты и каждого документа в частности, а также о количестве точных, неточных совпадений и повторов. Соответственно, на основе этой информации мы можем сделать вывод об объеме предстоящей работы. Также мы получаем статистику о предварительном переводе, то есть это количество сегментов, которые были автоматически подставлены из памяти переводов в наш документ. Ну, то есть фактически это наши точные и неточные совпадения. И статистику по подтверждениям. То есть фактически это отслеживание прогресса по работе на документах, то есть какая часть документа переведена. Итак, мы приближаемся к студии. Перед вами стартовый экран, стартовый режим работы из Deltrada Studio. Ну, я подробнее расскажу, когда откроем студию, будем на нее смотреть. Единственное, на что сейчас нужно обратить внимание, что студия состоит из режимов работы. В общем-то, интерфейс напоминает Microsoft Outlook. Там слева панель переключения, слева внизу панель переключения между режимами работы. И в зависимости от нашей задачи мы выбираем тот или иной режим работы. Ну, собственно, перед нами стартовый экран, откуда мы можем начать переводить документ, ну и выполнить какие-то основные стартовые шаги. Соответственно, основной режим работы переводчика, да, вот тут у меня подписи, что где, но я об этом вам еще расскажу непосредственно в студию. Соответственно, основной режим работы переводчика – это редактор. То есть это среда, где выполняется перевод документов. И сейчас перед нами как раз-таки открыт этот редактор, в котором открыт документ. И давайте я тут немножечко подробнее вам расскажу. Ну, как я уже сказала, что при переводе документа в студию документы из исходного формата преобразуются в промежуточный двуязычный формат. Из исходного документа извлекается текст, который нам необходимо перевести. И этот исходный текст разбивается по сегментам. За сегмент, как правило, принимается предложение. И каждый сегмент помещается в отдельную строку. И внизу слева в колонке представлен вот этот вот исходный текст. То есть текст исходного документа, разбитый по сегментам. И эти сегменты пронумерованы. Колонка справа содержит переведенный текст. Или же он пустой, и нам требуется внести этот перевод в соответствующий сегмент. Также вы можете видеть такие вот сиреневые значки в тексте. Сразу же скажу, что это такое. Это так называемые теги, эти сиреневые значки. В этих тегах содержится структурная информация о документе. То есть если у нас общая структура документа, она переносится автоматически в переведенный наш документ. То есть, например, содержание, какие-то графики, таблицы и так далее. То есть это все переносится в перевод без нашего участия. Но если какое-то форматирование применяется внутри предложения, в этом случае система это кодирует в виде, записывает в виде вот таких значков. Ну, например, сноска у нас есть какая-то внутри предложения, или ссылка, или какое-то форматирование, или какой-то символ. Соответственно, эта информация записывается в виде тегов. И эти теги нам необходимо перенести в перевод, когда мы будем переводить, чтобы в переведенном тексте у нас также сохранилась эта сноска с ссылкой, или же до какой-то другой объекта. Итак, в нижней части две колонки содержат исходный текст и перевод текста. Между этими двумя колонками находится колонка со статусом наших сегментов. Здесь мы видим информацию о совпадении, там точное, оно не точное, совпадение по контексту, ну, и какая-то еще информация по сегменту, это мы с вами тоже увидим в процессе перевода. Чуть выше находится окно связи с памятью переводов. Здесь мы видим совпадение из нашей памяти переводов для текущего сегмента, то есть тот сегмент, который мы в данный момент переводим. Он выделен синим цветом, подсвечен синим цветом, и для него мы видим совпадение, а также информацию о том, кто и когда этот перевод сделал. В правом верхнем углу окна находится окно связи с терминологической базой. Здесь отображаются термины из нашей терминологической базы, которые были найдены в исходном приложении. В исходном приложении они помечаются такой красной скобкой сверху, вы тоже можете видеть ее на экране, и, соответственно, выдаются подсказки с переводами этих терминов, которые мы тоже можем использовать при переводе данного сегмента. И сверху находится панель инструментов, содержащая основные команды для работы с нашим документом. Итак, мы закончили со вступлением, и теперь я перейду непосредственно к студию, и мы с вами начнем с перевода одного документа. Так, вам должен быть виден мой экран, у меня уже раскрыта студия, и студия у меня открыта на стартовом экране, то есть это режим «Добро пожаловать». И непосредственно отсюда мы можем открыть для перевода документы. Я могу просто щелкнуть по строке «Выполните поиск», и в этом случае откроется проводник, предложит мне найти файл для перевода, либо же я могу просто перетащить этот файл сюда, он у меня находится на рабочем столе, «WebEx 2018», «Single File», «Sample 1». И мы его перетаскиваем в студию, чтобы его перевести. Ну и когда я это сделал, мне открывается окно, в котором предлагают мне выбрать сценарий, перевести один документ или создать новый проект. Мы сейчас с вами выберем сценарий перевода одного документа. И появляется окно «База переводов» и «Настройки документа». Соответственно, здесь нам предлагается выбрать, ну, указать параметры перевода этого документа. Выбираем направление перевода, то есть исходный язык и язык перевода. Далее нам необходимо указать те лингвистические ресурсы, которые мы будем использовать для перевода этого документа. Мы можем использовать уже имеющиеся лингвистические ресурсы, либо я вам предлагаю создать новую базу переводов и перевести с нуля. Простите, то есть представим, что у нас нет с вами готовых баз переводов. Итак, я ее назову «Training». Укажу путь для сохранения файла базы переводов. Выбираю папку «Single File». Ну, достаточно. Готово. Итак, мы с вами создали базу переводов, и эта база подключена к переводу нашего документа. Обратите, пожалуйста, внимание на важные галочки. Подключение. Галочка стоит. Это означает, что эта база работает, она подключена для выполнения поиска совпадений, поиска «Concordance» — это поиск слов и словосочетаний вручную, и для обновления, то есть для сохранения новых единиц перевода в этой памяти. Значит, все в порядке. Мы с вами можем начинать переводить этот документ. Походу мы подключим еще терминологическую базу. Окей. Мы открываем документ, и документ преобразуется, как я уже говорила, из исходного формата в промежуточный двуязычный документ. Открывается в уже редакторе. Обратите внимание, слева. Внизу у нас программа перешла на режим редактора. Итак, давайте начнем переводить. Я сейчас сверну панель навигации, которая находится слева, чтобы немножечко оптимизировать себе рабочее пространство. Поскольку у меня ноутбок, экран небольшой, то я могу это сделать. Ну, и кроме того, есть еще такая полезная функция, которая называется адаптация шрифта. Допустим, тоже полезно будет об этом сейчас сказать. Если у вас, например, очень мелкий текст, или наоборот, очень крупный текст в вашем документе, вы можете его увеличить, или наоборот, уменьшить. Да, чтобы себе не портить зрение. При этом это увеличение влияет только на то представление документа, которое вы видите его в студии, но не на конечный или ваш исходный документ. Итак, это вид. И вкладочка адаптация шрифта. У кого-то она может быть на панели видна, а у кого-то нет, но все зависит от размера экрана. Итак, ну что ж, мы подготовили себе рабочее пространство, ну и давайте начнем переводить. Итак, у нас нету с вами никаких, да, вы видите, совпадений из памяти переводов. Система говорит, что совпадений не найдено. В общем-то, это неудивительно, поскольку совпадений у нас нет. Мы только что создали с вами базу переводов. Да, и сразу же давайте я вам покажу, что представляет собой база переводов, которую мы сейчас создали. Мы сейчас с вами говорим о файловых базах переводов. И файловая база переводов представляет собой один файлик в формате SDLTM, у него расширение SDLTM, SDL Translation Memory. Собственно, то есть это контейнер, в котором сохраняются все наши переводы. Да, то есть если вам его нужно куда-то переместить, то вам нужен файлик SDLTM. Итак, ProSection Management Software. Ну, давайте по, для управления процессом перевода. Итак, ну, как вы видите, работает проверка орфографии, да, стандартная, встроенная, так же, как мы привыкли к этому в программе Word, то есть подчеркивается волнистой чертой снизу, красной. Ее исправляем, и для того, чтобы перевод сохранился в памяти, необходимо подтвердить сегмент. Кнопка подтверждения, вот этот карандаш с галочкой, либо комбинация клавиш Ctrl плюс Enter. Я рекомендую запомнить эту комбинацию клавиш, поскольку, ну, вы постоянно будете пользоваться этой командой при переводе в студию, и, в общем-то, удобнее пользоваться комбинацией клавиш, нежели чем переносить руку там с тачпада или с мышки на панель инструментов. Итак, Machine Translation and Computer Assisted Translation. Итак, системы машинного перевода, системы машинного перевода и системы автоматизации перевода. И система автоматизации перевода. И подтверждаем снова наш сегмент. Обратите внимание, после того, как я подтвердила сегмент, статус моего сегмента в колонке со статусом меняется на карандаш с галочкой, что означает, что сегмент подтверждет. Ну, наверное, логичный вопрос. Допустим, если я хочу изменить, исправить свой перевод, что мне делать? Ну, вы просто возвращаетесь на тот сегмент, который хотите исправить, и редактируете программное для управления процессом перевода. И просто редактируете этот перевод и подтверждаете. Соответственно, в памяти сохраняется уже новый вариант перевода, перезаписывая старый. Соответственно, здесь мы можем его тоже подставить. В третьем сегменте. Что у нас с вами в третьем сегменте? В третьем сегменте мы видим, что у нас совпадение неточное. И в колонке со статусом мы видим, что это совпадение на уровне 77%. То есть совпадение на 77%. Отличия между нашим текущим сегментом и сегментом, который был переведен ранее, отображаются в окне связи с памятью перевода. В этом окне мы с вами видим отличия. И соответственно, мы видим, что добавилось слово new. Вот оно выделено зеленым цветом и подчеркнуто. То есть нам нужно добавить перевод для слова new, а также добавилась точка. Соответственно, новое программное обеспечение для управления процессом перевода и точка. После того, как мы отредактировали предложенный вариант перевода, мы его подтверждаем и получаем следующее совпадение. Оно опять неточное, на уровне 82%. И здесь у нас есть два варианта перевода. Мы видим, что в предлагаемом переводе было слово new, а в текущий сегмент нам требуется перевести слово advanced. Соответственно, мы меняем перевод слова. new, новое, на усовершенствованное. Усовершенствованное программное обеспечение для управления процессом перевода. И подтверждаем снова наш сегмент. Итак, пятый сегмент. И как раз в пятом сегменте мы с вами получаем совпадение на уровне фрагментов. То есть мы видим, что совпадения для целого сегмента у нас нет. В моем сегменте, предназначенном для перевода, пусто. И на вкладке результата перевода тоже пусто. Вы спросите, почему мы же переводили Transaction Management Software? Почему его нет? Почему система не нашла и приложила это как фрагмент? Поясню. При поиске совпадений в памяти переводов применяется такой параметр, как минимальный допустимый процент совпадений. И по умолчанию он равен 70%. Это означает, что допускается отклонение текущего сегмента от того, что находится в памяти, не более чем на 30%. То есть если отклонение в пределах этих 30%, то система нам показывает, что да, совпадение есть. Вот оно, пожалуйста, его нужно отредактировать. Если отличия больше, то система считает, что совпадений нет. Ну и как вы видите, вот это Transaction Management Software, оно это примерно половина от предложения. Соответственно, система посчитала, что полных совпадений нет. Чем это хорошо и чем плохо? Мы можем снизить этот параметр, установить его на 50% или даже на 30%. Но в этом случае мы с вами будем получать очень большое количество совпадений в одно-два слова, которые будут нам откровенно мешать, а не помогать. То есть будет большое количество мусора, где нам больше потребуется разбираться, что же тут, собственно, совпадает и что из этого можно использовать. Поэтому совпадений нет. Мы можем воспользоваться здесь поиском конкурсов, но я об этом расскажу отдельно. Или же система нам автоматически выполняет поиск совпадений фрагментов и показывает вот эту единицу перевода, которая стала частью большего предложения. Соответственно, мы ее можем использовать для перевода этого сегмента. И просто для того, чтобы его подставить в наш перевод, нам достаточно просто печатать текст и мы получаем подсказку. Подсказка содержит полностью фразу, а также отдельные словосочетания или слова из этой фразы. Ну, я подставлю полностью фразу для управления процессом перевода, для менеджеров, нектов и редакторов. Окей. И мы с вами подтверждаем подтверждаем наш перевод. Следующий сегмент с нами, что поддерживаемые языки. Поддерживаемые языки. И опять же его подтверждаем. И здесь я предлагаю подключить терминологическую базу. То есть до сих пор мы пользовались только памятью перевода. Сейчас давайте подключим терминологическую базу. В окне справа вверху окно распознавания терминов. И здесь надпись, что у нас нет открытых терминов. Сейчас мы ее подключим. Для этого щелкаем по кнопочке настройка проектной терминологической базы. Здесь мы подключим уже, не будем создавать новую, подключим готовую терминологическую базу. Так, вот она. Терминологическая база файловая представляет собой файл с расширением sdl-tb, sdl-term-base. Окей. Подключили терминологическую базу. Окей. И что же? Что же мы видим? Мы видим, что для седьмого сегмента в терминологической базе найдены два термина. The Spelling Checker, проверка орфографии и Support, поддержка. Соответственно, в исходном приложении эти слова или словосочетания, для которых найдено совпадение с терминологической базой, они подчеркиваются красной скобкой сверху. И мы видим их в окне распознавания терминологии. Каким образом подставляем термины из терминологической базы? Опять же, мы просто начинаем напечатать текст перевода. Ну что, как мы примем функцию проверки. И у нас появляется всплывающая подсказка с терминами и терминологической базой. Мы можем просто напечатать, если нам побыстрее, либо подставить. Ну, если подставлять, то придется отредактировать. Функция проверки орфографии поддерживает иностранные 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 языки. И подтверждаем наш сегмент. Переходим на следующий сегмент. Supplemental dictionaries are available on request. Соответственно, опять же, у нас есть перевод для словосочетания Supplemental dictionaries по запросу доступны дополнительные словари. Подставляем дополнительные словари. И подтверждаем наш, опять же, сегмент. В девятом сегменте уже есть совпадение. Эта функция называется автораспространение. Как только мы перевели сегмент, система проверяет, есть ли точно такие же сегменты в нашем документе. Если она их находит, то она сразу же подставляет в них перевод. Соответственно, здесь мы можем просто подтвердить и перейти к следующему сегменту десятому, где используете... У нас нет ни совпадений с памятью переводов, ни из терминологической базы. Используйте функции проверки и распознавание терминологии. И я предлагаю посмотреть, как можно добавить новый термин в терминологическую базу. Мы можем выделить терминологию recognition и в исходном тексте и распознавание терминологии в переводе. И нажать кнопку быстрое добавление термина. Быстрое добавление термина. И термин появится в нашей терминологической базе. Если все будет в порядке, почему-то не в порядке. Почему-то мы его не видим. Ну, значит, на этом наши технические сложности не закончились. Почему-то она мне тут мелькает. Ну, ладно. Давайте мы свернем это окошко. Так, нет, она просто так не хочет уходить теперь. Отлично. оно просто так не уйдет. А вот так вот, если мы сделаем, совсем закроем его. давайте попробуем нажать сохранить. Сохранить эту запись и закрыть. Нет, что-то пошло не так у меня с этой панелью. Окей, отменим. Это была плохая идея. Да, так, все-таки добавление терминологи было плохой идеей. Почему, не знаю сейчас, но это вебинар, это совершенно нормальное соединение для вебинара. Окей, значит, мы подтвердим с вами без добавления распознавания терминологии и пойдем дальше. Итак, двумя словарей в этой версии не поддерживаются, но я предлагаю пропустить этот сегмент, поскольку мы очень много потратили время на предыдущий сегмент, и перейдем сразу же к двенадцатому сегменту. Что мы видим с вами в двенадцатом сегменте? В двенадцатом сегменте мы видим те самые значки, про которые я уже упоминала во время презентации. собственно, что эти значки означают? Ну, как я говорила, что они какую-то информацию о форматировании внутри документа. Мы с вами можем воспользоваться функцией предварительного просмотра. Я надеюсь, что здесь у нас не будет сложных потери. Да, ура, и мы с вами увидим наш документ, то, как он будет выглядеть, собственно, в конечном уже переведенном виде. Эта функция называется функция предварительного просмотра, она находится справа в углу экрана его панель. Собственно, здесь мы можем видеть, то, как наш документ будет выглядеть в конечном виде, и то приложение, над которым мы работаем в данный момент, выделяется желтым цветом. Ну, и, собственно, мы можем видеть, что эти теги, они заменяют символы стрелочкой. Стрелка вправо, стрелка влево. Соответственно, нам нужно их перенести в перевод. Вообще, насколько я знаю, наши пользователи, они любят эту функцию, и поскольку можно отследить, может быть, какой-то контекст, да, и понять, что если таблица, заголовок таблицы мы переведем это так, если это встречается в тексте, то иначе, и даже закрепляют это окно, если позволяет, опять же, размер экрана, или, может быть, у кого-то даже два экрана, просто выносят ее на отдельный экран, чтобы постоянно следить в реальном времени за своим документом. Итак, я сейчас сверну это окно, и мы сейчас приведем этот сегмент, и посмотрим, как переносить теги. Кстати говоря, вид тегов, их можно тоже изменить, вот сейчас мне, честно говоря, не очень нравятся эти номера, и, опять же, на панели инструментов вид, мы можем здесь включить то, либо это может быть полный текст тега, тоже не очень красиво смотрится, либо вот этот частичный текст, и тут как раз есть подсказки символ, символ, то есть, это значит символ, чуть ниже у нас хиперлинг, то есть, гиперссылка, ну, немножечко понятнее становится, что скрывается за этим тегом, что, в общем-то, тоже удобнее. Ну, окей, я оставлю так, и давайте, собственно, переведем. Используйте, клавиши, и далее мне необходимо перенести мой тег. Это можно делать несколькими способами. Мне нравится способ, удерживая кнопку Ctrl, на клавиатуре щелкнуть мышью по значку в исходном сегменте, который я должна скопировать. То есть, я держу Ctrl, подношу курсор к значку в исходном сегменте, который я хочу перенести в перевод, и щелкаю один раз по нему. После этого снимаю выделение. Используйте клавиши и снова держим Ctrl, щелкаем по значку, снимаем выделение для навигации по документу. По документу. И подтверждаем наш сегмент. И сразу мы можем в окне предварительного просмотра, отследить, обновить текущий вид и отследить, что мы корректно перенесли эти теги. Итак, следующий сегмент. На что здесь нужно обратить внимание? Давайте еще разочек вернемся к предварительному просмотру и посмотрим. Note for more information referred to the online app. Как я говорила, что мы делаем перевод по сегментам, за сегмент, как правило, принимаются предложения. Но в данном случае мы видим, что Note попала в сегмент номер 13, а остальная часть предложения попала в 14 сегмент. Почему это происходит? Когда документ покрывается, каким образом текст делится по сегментам? он делится по знакам припинания. В Дельтрадо студии есть правила сегментации, которые основаны на знаках припинания. Соответственно, точка означает конец сегмента, и студия начинает следующий сегмент после точки. Но при этом не любая точка. Если у вас там будет точка после какого-то сокращения общепринятого, то студия будет достаточно умной, чтобы не разбивать по нему сегмент. В данном случае у нас стоит двоеточие после слова наут, и двоеточие также является знаком конца сегмента. То есть в виде двоеточия студия разбивает наш сегмент на два. Что здесь нужно сказать? В принципе здесь нам это не мешает никак переводу, мы совершенно беспрепятственно можем перевести этот сегмент это предложение по двум сегментам. Но если допустим это препятствует переводу, то вы можете объединить два сегмента в один. Для этого необходимо выделить два сегмента, которые вы планируете объединить. Это сегмент номер 13 и 14, правой кнопкой мыши по ним и команда объединить сегменты. Соответственно сегменты объединяются в один. И вы можете сделать противоположное действие, то есть разбить сегменты на два, если вы хотите как-то это логически разбить. Соответственно правая кнопка мыши разделить сегменты и сегмент разделяется по тому месту, где находится курсор. Ну что ж, давайте переведем примечания. Примечания подтверждаем, переходим на следующий сегмент. В следующем сегменте у нас присутствуют теги, причем это немножко теги, которые отличаются от того, что мы видели раньше. У тегов в 12-м сегменте, вот посмотрите, у них форма прямоугольника, то есть это одиночно стоящий тег. теги, которые мы видим в нашем 13-м сегменте, это парные теги, то есть у них стрелочка открывающая, стрелочка закрывающая, то есть это они обрамляют какое-то слово или словосочетание, соответственно, их нужно обязательно переносить парой, если мы перенесем только один, то тогда мы в данном случае сломаем нашу гиперссылку, она не будет работать. Ну вообще на самом деле здесь удобнее всего поступить таким образом, чтобы просто скопировать оригинал в перевод кнопка Ctrl-Ins и просто написать наш перевод между этими тегами. Для более подробной информации обратитесь к онлайн справки. Онлайн справки. Онлайн справки. Ну, допустим, мы этим не воспользовались, каким образом переносятся теги, такие парные теги вручную, если мы не копируем исходный сегмент в целевой. Вы выделяете, опять же, то слово или фразу, которое вам необходимо применить данные теги, чтобы они обрамляли данное слово. И, опять же, удерживая Ctrl, щелкаете по этим тегам в исходном сегменте. Либо второй способ. Ctrl, запятая, Ctrl, запятая, и у вас появляется выпадающий список, содержащий те теги или то форматирование, которое вы можете перенести, скопировать из исходного сегмента. И, соответственно, подсвечивается в исходном тексте то, что вы переносите. Соответственно, щелкаем по гиперлинг, и у нас сразу же переносится пара тегов. Так что выбирайте удобный для вас способ, то есть либо удерживая Ctrl, щелкаете по исходному сегменту, либо Ctrl, запятая, и из выпадающего списка выбираете нужное форматирование или тег. Итак, подтверждаем. Далее у нас идет собственно текст ссылки, который мы не будем переносить. и просто перейдем на 16 сегмент. Соответственно, то, что вы оставляете без перевода в исходном сегменте, оно также в перевод переносится без перевода. Итак, сервис машинного перевода Google, сервис машинного перевода Google, сервис машинного перевода Google, переходим на следующий сегмент. И, как вы видите, на следующем сегменте у нас также работает функция uplift recall, и она нам показывает вот этот кусочек. То есть, этот кусочек стал, этот сегмент стал частью большего сегмента. Google Translate это служба сервис машинного перевода Google, это служба платного машинного перевода. Мы можем использовать кусочки от этого совпадения бесплатного машинного перевода от компании Google и подтверждаем собственно наш сегмент. Видим, что я допустила опечатку очередную. Спасибо проверке орфографии. Я исправляю и еще раз подтверждаю сегмент, чтобы в памяти перевода сохранился корректный вариант, исправленный. Итак, следующий сегмент 18. В 18 сегменте здесь на что можно обратить внимание, что для термина web page у нас есть два варианта перевода. Веб-страница написана латиницей и веб-страница полностью кириллическое написание. Как я говорила, что в терминологической базе может быть дополнительная информация о термине, которая позволит нам принять правильное решение о применимости того или иного термина. Так вот, если мы посмотрим... Так, я забыла, что терминологи сегодня отказываются со мной дружить, но сейчас, тем не менее, мы попробуем все же таки. Окей, 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 вдруг получится. Нет, 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 похоже, что все все же таки все же таки нет. Сейчас, еще разочек, select, select all, окей, нет, похоже, что он останется загадкой, почему у нас два варианта перевода, но, значит, я попробую показать это в другой части. Окей, идем дальше. 19-й сегмент, на что здесь нужно обратить внимание. Ну, я немножко буду пропускать, не буду переводить, просто чтобы не терять времени. Итак, здесь дата подчеркнута с синей скобкой снизу. Что это такое? Это такой подстановочный элемент. Служба была представлена. И эти подстановочные элементы мы можем переносить из исходного текста в перевод. Таким же образом, как мы до этого переносили теги и форматирование. То есть я щелкаю Ctrl на запятая либо же удерживая Ctrl щелкаю по этому элементу и мне предлагается его подставить в перевод. Но обратите внимание, каким образом он подставляется в перевод. Он подставляется в измененном формате. То есть сначала у нас было 0.4 28 2006 подставляется 28 0.4 2006. Почему это происходит? Это локализация автоматическая таких элементов при переводе. Он с вами выбран в качестве исходного языка американский английский и в качестве языка перевода русский. Соответственно, система знает, что в американском английском сначала мы пишем месяц, потом дату, потом год, и она локализует ее под наш формат. С одной стороны, использование этих элементов очень удобно, поскольку обратите внимание на следующий сегмент, что мы видим? У нас в следующем сегменте отличие только в этом подстановочном элементе. И он автоматически заменяется, то есть он автоматически подставляется из нашего исходного сегмента. Мы видим это как стопроцентное совпадение. То есть это на самом деле удобно, когда у нас какие-то финансовые отчеты, там ежемесячные и ежеквартальные, где меняются только цифры. Это удобно. Но здесь нужно помнить об этой автоматической локализации, поскольку вдруг к вашим текстам неприменимо. В исходном тексте даты вы выбрали американский английский, а дата при этом была написана все же таки. Здесь достаточно просто разобраться, потому что не может быть 28 месяц, это ничего. Но если это к вашим документам неприменимо, то нужно быть тут начеку, может быть, выбрать британский, английский или вовсе отключить эту подстановку, чтобы не исказить смысл документа, смысл текста. Итак, подтверждаем. Так, меня о чем-то ругает система. Да, я не поставила точку. Это работает встроенный инструмент проверки качества, который позволяет выявить некоторые формальные ошибки. Соответственно, давайте поправим и перейдем на следующий сегмент. Итак, мы идем дальше. Так, мне тут кто-то просит подождать, но нет, на самом деле вы далеко не единственные участников, участников у нас много, так что отвечайте на свои какие-то рабочие звонки, мы будем продолжать, поскольку нас тут очень много. последний сегмент я пропущу предыдущий, там особо ничего интересного нет, 26 сегмент. Ну, собственно, здесь та же ситуация с временем. Мы работаем по будням дням, по будням дням, и мы можем подставить это время, то есть вы видите, что время также подчеркивает синими скобками, мы его подставляем с 9.00 до 121, и время также автоматически локализуется в соответствии с нашими правилами. Итак, мы с вами добрались до конца нашего документа, и сейчас мы должны получить наш конечный приведенный документ. Итак, мы сохраняем наш промежуточный, промежуточный документ сохраняется в формате SDLXLIFT, я говорила, что это формат двуязычного документа. Вообще сохранять промежуточный документ имеет смысл с самого начала, когда вы только открыли документ студии, его имеет смысл сохранить, и дальше работает функция автосохранения, которая по умолчанию каждые 10 минут автосохраняет наш документ, то есть если там что-то произошло, вы всегда можете вернуться к последнему, к последней автосохраненной копии, но даже если вы вдруг не автосохраняли его, просто вообще не сохраняли, тоже ничего страшного не происходит, поскольку при подтверждении каждого сегмента он сохраняется в памяти переводов, вы просто открываете документ исходный заново и подставляете из памяти все сегменты до того момента, когда произошло какое-то выключение электричества и просто продолжаете работать с тем сегментом, на котором вы закончили. Соответственно, промежуточный документ имеет смысл сохранить с той целью, чтобы, допустим, если он большой, то вы частично его перевели и продолжите работать через некоторое время, соответственно, вы вернетесь уже к этому промежуточному документу. Что еще можно сделать перед тем, как вы сохраните уже переведенный документ, можно выполнить проверку качества с помощью тех инструментов, которые есть в студии. Давайте я вам покажу. Вкладка главная, настройки проекта, и здесь в настройках проекта содержатся основные параметры перевода документа, используемые лингвистические ресурсы и все настройки наши. Соответственно, параметры проверки. Здесь есть три инструмента проверки. Проверка QR-чекер позволяет нам отловить здесь на самом деле много проверок, я некоторые коротко расскажу. Это проверка непереведенных и пустых сегментов, совпадающие сегменты, сегменты, которых короче либо длиннее. Это проверка несоответствия, то есть, когда в одном документе одинаковые сегменты переведены по-разному, такая полезная проверка это неотредактированные неточные совпадения, то есть, когда вы получили неточные совпадения, но забыли его отредактировать. Повторяющиеся слова в переводе, то есть, когда случайно второе слово напечатали, непоследовательный перевод, полезная проверка. Пунктуация, то есть, совпадение, что если в исходном стоит точка, то и в целевом переводе тоже должна стоять точка, например, а не восклицательный знак. Вот, проверок довольно много, есть и средства проверки терминологии, которые позволяют сравнивать использование терминов в переводе с терминами из нашей подключенной терминологической базы. посмотрим, давайте, как это работает. Соответственно, мы запускаем проверку, можно это делать просто по кнопке F8, либо на панели инструментов проверка. вот эта кнопка, она находится на вкладке тактирования, проверка, ну, либо просто запомните F8, соответственно, выполняется проверка, ну, и все сообщения об ошибках, они содержатся на вкладке, где мы с вами видели результаты переводов, здесь есть несколько вкладок, и вот последняя вкладка это сообщение. Ну, соответственно, у меня здесь масса сообщений о том, что я не перевела. Сегмент, ну, соответственно, мы имеем возможность пройти по каждому сегменту и по каждому сообщению и проверить эти ошибки. Итак, собственно, мы убедились, допустим, что у нас с документом все в порядке, и мы уже сохраняем переведенный наш документ. Для этого мы переходим в файл, команда сохранить перевод как, и сохраняем его с расширением Sample1Rules, чтобы нас не перезаписался наш исходный файл в папочке WebEx12 Single File Сохранить. Итак, смотрим, что у нас получается. Итак, мы получили приведенный документ в том же самом формате, в котором был у нас и наш исходный документ. Я вам, правда, его не показала, наш исходный документ, но поверьте мне, что он выглядит точно так же. Соответственно, то, что мы оставили без перевода, оно осталось без перевода, то, что было гиперссылкой, оно осталось гиперссылкой, в обоих случаях, то, что было картинкой, все эти элементы, они полностью сохранены. Итак, мы с вами перевели один документ, то есть мы с вами рассмотрели тот сценарий, когда у нас есть с вами один документ, мы не хотим создавать проект, нам нужно его быстро открыть и перевести. Прежде чем мы перейдем к сценарию работы с проектами, я вам хочу показать еще один документ, который называется Sample3, то есть мы создали с вами память переводов, мы ее уже частично наполнили, и сейчас я хочу продолжить работу с одним документом, то есть перевести следующий документ. И я хочу продемонстрировать такие возможности, как анализ, то есть получение статистики по документу, которого нам предстоит и по функции автоматического предварительного перевода. Итак, давайте откроем этот документ для перевода в Studio. Опять я его просто перетащу на панель Studio. И, как вы видите, у меня уже для этого документа уже подключена база тренинг, которую мы создали для перевода предыдущего документа, выбраны последние языки, которые используются, поэтому просто нажимаем ОК и открываем документ для перевода. И прежде чем начать переводить этот документ, я хочу оценить объем предстоящей работы, то есть проанализировать, сколько же мне предстоит переводить. Для этого на вкладке Главное я могу воспользоваться командой пакетной задачи анализ файлов. Анализ файлов. Запускается мастер анализ файлов. Нажимаем кнопку Далее и готово. Собственно выполняется анализ файлов и сравнение нашего нового документа с выбранной памятью переводов. Для того, чтобы получить результаты, я перехожу на вкладку на режим отчета, который находится слева внизу, переключение на эту вкладку. И загружается отчет, содержащий данные по моему документу. Соответственно название документа Sample3. и я вижу таблицу, в которой содержатся сведения о моем документе. Итак, эти сведения представлены в сегментах, в словах и в символах. В моем документе почти 770 знаков. При этом новых почти 400 знаков. Это примерно половина от моего документа. При этом для 30% от документа у меня есть контекстные совпадения, а для 19% 100%. Мы можем просуммировать контекстные совпадения и 100%, потому что это точные совпадения. Получим, что у нас половина документов уже полностью переведена. И далее идут неточные совпадения. у нас нет точных совпадений, только один сегмент, который состоит из 5 символов, которые нам требуется отредактировать. Все остальные это новые единицы перевода. Собственно, это анализ, который мы можем сделать для одного документа. И мы возвращаемся в редактор. У нас в редакторе открыт наш документ sample 3, и sample 1 я тоже не закрыла. То есть у нас может быть одновременно параллельно открыто сразу несколько документов, если есть такая необходима. Что еще мы можем сделать? Мы можем сделать предварительный перевод этого документа, то есть подставить из памяти перевода все стопроцентные контекстные совпадения, чтобы не проходить весь документ вручную. Опять же это пакетные задачи, предварительный перевод файлов, предварительный перевод Далее мы указываем минимальный процент совпадения, в данном случае 100. Процент совпадения означает, какие совпадения из памяти подставляются. Мы подставляем только стопроцентное совпадение и переоткрываем документ наш. Соответственно мы видим, что документ уже подставлен совпадение из памяти переводов и уже он частично предпереведен. Мы можем работать только с непереведенными сегментами. Кстати говоря, я могу вам также показать фильтр. На вкладке редактирования есть фильтры, которые позволяют отобразить только определенные сегменты. Ну и вот например мы можем отобразить только новый перевод, непереведенные сегменты непереведенные сегменты. Соответственно это те сегменты для которых нет перевода. Ну конечно без контекста это неудобно будет переводить, но просто для информации. Также с помощью этих фильтров мы можем найти сегмент содержащий какое-то слово в исходном или в переводе и по каким-то другим критериям. неподтвержденные например сегменты сегмент перевод с помощью службы машинного перевода и так далее. Итак мы с вами рассмотрели я не буду сейчас переводить этот документ не буду сохранить его перевод просто чтобы не терять время и хочу спросить есть ли у вас какие-то вопросы по этой части нашего тренинга или же мы переходим с вами к нашему к следующей части которая будет посвящена технологии uplift и совпадения на уровне фрагментов так я сейчас открою секцию кмдэй так куда нужно сохранить предварительный файл в какую-то специальную директорию промежуточный документ он по умолчанию сохраняется в той же папке где у вас находится ваш исходный документ то есть вот исходный документ паладин рус и вот этот промежуточный нет это не он это не он я его не сохранила да я возможно перетащила соответственно да 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 я просто его открыла несколько иначе перетаскивание поэтому оно не сохранилось в той же папке оно сохранилось в отдельном контейнере соответственно документ sample 3 на docx я открыла в редакторе он не сохраняется в той же папке ну и соответственно либо либо же вы указываете папку которую вы сохраните так хороший вопрос как подтверждать сегменты ну еще раз показываю кнопочка подтвердить либо комбинация клавиш ctrl enter или я не поняла если ваш вопрос то тогда давайте его уточните пожалуйста так сейчас я не успеваю читать вопросы так если процент совпадений поставить не 100% а меньше как-то будет влиять на претрансляцию ну просто из памяти будут подставлены также неточные совпадения и вы увидите что это неточное совпадение вот и в общем-то и все так сейчас посмотрим дальше документ с формулами MathType будет распознаваться так же с тэбами как например с кнопками не знаю потому что не встречал документ с формулами MathType нужно протестировать можно ли использовать базу в обоих направлениях да можно это делается с помощью функции AnyTM то есть когда вы подключаете память переводов можно указать с помощью функции AnyTM но я потом покажу это если успею ну просто запомните AnyTM для того чтобы автоматически создавалась база противоположного направления так если в памяти переводов фразы переводятся несколькими способами что подставляется при предварительном переводе ну вообще суть в том чтобы переводить однообразно да и не создавать дубликаты если же по каким-то причинам да вам нужно создать новый вариант перевода для уже существующего в памяти исходного сегмента то ну просто создается новая единица перевода то есть чтобы сохранить новый перевод а не не перезаписывать старый нужно подтвердить его особым образом с созданием созданием новой единицы перевода так сейчас секундочку мне просто не видно окно перекрывает вот у нас на кнопке подтвердить есть стрелочка вниз и здесь команда добавить новый перевод то есть если вы хотите не исправлять существующий в памяти перевод создать еще одну единицу перевода вы должны воспользоваться командой добавить новый перевод стагнации создается еще одна единица перевода поэтому в следующий раз когда вы встретите этот сегмент для которого будет два варианта перевода студия вам его отобразит оба этих варианта перевода но покажет что у вас совпадение не 100% а 99% потому что у вас есть два варианта перевода и вам нужно выбрать правильный вариант перевода из памяти так как сохранить полученную память переводов ну а собственно ее сохранять не нужно вы создали память переводов этот файл который я вам показывал то есть вот память переводов это файлик тренинг с дельта и собственно дальше вы этот файл используете для перевода последующих документов с английского на русский язык с русского на английский и просто подключаете она постоянно растет по мере того как вы переводите вот и все то есть каких-то дополнительных действий с памятью не требуется после того как вы завершили перевод документа ну что кажется кажется я что такое финализация про финализацию я расскажу когда мы перейдем к проекту ну пожалуй по моему я на все вопросы ответила тогда перейдем к каплет сейчас я проверю еще чат буквы в крайней правой колонке что означает окей что обозначает буквы в правой колонке сейчас скажу значит это все это последний вопрос на который я отвечаю после этой части вот эти буквы я так понимаю ну это собственно элементы обозначают элементы в документе то есть у нас в документе могут быть в Word документе мы переводим в Word документ ну то есть структурная информация по исходному документу у нас там может быть заголовки может быть список может быть он может быть нумерованный может быть ненумерованный это может быть абзац это может быть ячейка таблицы и так далее ну и собственно здесь мы видим эту информацию ну собственно все Итак, ну что ж, я тогда предлагаю закончить с вопросами и перейти к следующему, к следующему, к следующей части, в которой я расскажу подробнее о как раз таки технологии Апплифт, о совпадении фрагментов. Так, давайте закроем эти наши документы. Мы сохранять никаких изменений не будем. Эти документы нам больше не понадобятся. Итак, собственно, технология Апплифт. Давайте откроем документ, который мы с вами переведем, который мы будем использовать для этого. Папка Апплифт. Демодок. Окей. Перевести как один документ пока что. Мы будем удалим, точнее не удалим, мы сейчас подключим другую базу переводов. Я нажала кнопку «Использовать» и выбираю базу переводов, которая сделана специально для этого документа. Память, тренинг я отключу, я просто снимаю галочку «Подключение», все, она не используется для перевода моего документа. А здесь, обратите, пожалуйста, внимание, когда мы подключаем новую базу переводов, ну, следующую базу переводов в список используемых лингвистических ресурсов, мы должны не забыть поставить галочку «Обновление», потому что она по умолчанию не ставится. «Обновление», напомню, означает, что в базе переводов сохраняются новые переводы. Без этой галочки переводы в ней не сохраняются. Это важно. Окей. Мы подключили другую базу переводов и открываем документ. Я, опять же, сворачиваю панель слева и прихожу на второй сегмент. Мы частично с вами с совпадением фрагментов уже познакомились в ходе предыдущего этапа. Ну, давайте посмотрим, что вообще было до этого. Возможно, уже кто-то знаком. Ну, вот Keyboard Shortcuts. Совпадений нету в памяти переводов. Но чем мы могли пользоваться, в принципе, чем мы сейчас пользуемся и продолжаем, пользуемся это поиском Concordance. Поиск Concordance позволяет нам искать фрагменты этого слова или слова создания в других единицах перевода. Для этого мне нужно выделить искомую фразу и нажать кнопку поиск Concordance. Соответственно, по нажатию этой кнопки отображаются все единицы перевода из памяти, содержащие данное слово или фразу. При этом вы видите, в исходном предложении выделена искомая фраза. В переводе эта фраза не выделяется. То есть нам ее нужно самостоятельно выявить и посмотреть подходящий вариант перевода. Окей, значит, отсюда мы просто делаем вывод и печатаем наш перевод. Сочетание клавиш. И подтверждаем, собственно, наш сегмент. Сочетание клавиш. Итак, что мы получаем на третьем сегменте? И на третьем сегменте, как вы видите, уже работает технология облив. То есть поиск фрагмента. Поиск фрагмента. То есть система. У нас нет совпадений на уровне целого сегмента, поскольку, ну, как я напоминаю, что допустимая степень совпадений у нас это 70%. Скиборд, шутка, это небольшая составляющая от нашего предложения. Поэтому совпадений для целого сегмента нет. Но есть совпадения на уровне фрагмента. И удобство как раз-таки вот этих совпадений фрагментов, которые оплифт, в том, что мы видим и исходный фрагмент, слово или словосочетание, и соответствующий ему перевод. То есть нам не нужно его выискивать. И система этот поиск выполняет автоматически после того, как не находится совпадений из памяти переводов. Соответственно, кроме того, мы используем предложенный вариант, просто начав печатать текст перевода. Используйте сочетание клавиш. И, соответственно, как вы видите, я начинаю печатать, и мне тут же предлагается подсказка. Ну, опять же, небольшое такое удобство, но тоже приятное, что сразу же в нижнем регистре используйте сочетание клавиш, чтобы переводить быстрее. Окей. И мы подтверждаем наш сегмент. Ну, четвертый сегмент здесь аналогичный. Ситуация здесь, ну, тут то же самое, как и будет шутка, поэтому здесь мы останавливаться не будем. Итак, переходим на шестой сегмент. Ну, обратите внимание, шестой сегмент, здесь на следующем сегменте предлагается совпадение на уровне. Как я говорил, что у нас есть совпадения фрагментов, они отличаются. То есть в данном случае, когда у нас было сочетание клавиш, это один сегмент стал частью, то есть целый сегмент стал частью более крупного предложения, более крупного сегмента. И такие сегменты, они помечаются специальным образом, вот эти значки, прямоугольники, черное обрамление и синее, совпадение всей единицы перевода. Мы видим, что у нас вот такой тоже в памяти целый сегмент, Ctrl, плюс, Enter. Ну, как бы не очень нам это помогает. И поэтому сейчас мы с вами включим еще один тип совпадений фрагментов. Это частичные совпадения, то есть совпадения, состоящие не из целого сегмента, а фрагмент единицы перевода. Я перехожу в настройки проекта, языковые пары, все языковые пары, наверное, даже не все языковые пары, а английский и русский в моем случае, база переводов, поиск, и отмечаю галочкой фрагмент единицы перевода. То есть до сих пор у меня для поиска фрагментов использовалась для подстановки фрагментов вся единица перевода. Я хочу, чтобы увидеть и фрагменты единицы перевода. Нажимаю ОК. И как только вы видите, что я нажала ОК, у меня появилось еще два фрагмента. Еще два фрагмента. И значки, видите, если я поднесу курсор, я увижу совпадение фрагмента единицы перевода. Значки изменились. Это прямоугольник черный и прерывающийся красный прямоугольник. Соответственно, это означает, что это фрагмент. То есть это может быть совпадение, которому можно доверять чуть меньше. Соответственно, но тем не менее, как вы видите, что из этих частичных совпадений мы можем составить перевод целого предложения. То есть по завершении перевода сегмента нажмите и далее Ctrl плюс Enter для подтверждения. То есть мы с вами сначала не получили никаких совпадений из памяти переводов, но с помощью вот этих совпадений фрагмента мы составили практически полностью перевод целого предложения. При этом, опять же, в отличие от функции Concordance, мы получаем это автоматически. И если мы щелкнем по вот этому фрагменту, то мы увидим полностью единицу перевода, которая содержит данный фрагмент. и увидим исходный фрагмент и соответствующему перевод. Аналогично и со вторым кусочком. То есть в данном случае технология активно нам помогает. Простите, я перескочила не на тот сегмент. Давайте подтвердим. Перейдем на седьмой сегмент. Что еще здесь можно сделать? Можно, я вернусь в настройки проекта, English, Russian, база переводов, поиск. Я могу сократить минимальное число слов в совпадении фрагментов, ну, например, до двух. И вы увидите сейчас, что происходит. Происходит то, что я получаю больше таких вот совпадений. Ну, насколько вам это полезно. То есть, ну, больше фрагментов, кусочков, ну, опять же, может быть, больше какого-то лишнего, больше мусора, то есть, ну, больше разбираться. То есть, возможно, три – это такой оптимальный вариант. Ну, давайте переведем. Выберите, начинаем печатать. Выберите файл «Сохранить перевод как», чтобы сохранить переведенный документ. Ну, у меня достаточно много подсказок. Я могу их удобно выбирать из выпадающего списка. Ну, собственно, все. Переходим на следующий сегмент. И здесь я вам хочу показать функцию исправления или улучшения неточных совпадений. Ну, давайте перейдем на сегмент 9. Ну, тут ничего необычного. То есть, стандартное поведение. Теперь мы перейдем с вами в настройки проекта. То есть, ну, здесь у нас неточное совпадение. Вы видите, совпадение на уровне 80%. Да, и система нам показывает отличие между текущим сегментом и тем сегментом, который сохранен в памяти. Давайте это удалим отсюда. Вернемся на восьмой сегмент. И перейдем в настройки проекта. На вкладку «Восстановление совпадений». То есть, это с гаечным ключом. И включим это восстановление неточных совпадений. Ну, то есть, это исправление или улучшение неточных совпадений. И еще раз перейдем на девятый сегмент. И смотрите, что мы здесь получаем. Мы здесь получаем, опять же, неточный сегмент, но в колонке со статусом вы видите такой вот гаечный ключ. Этот гаечный ключ означает, что с предложенным вариантом перевода были выполнены какие-то действия по его исправлению, по его улучшению. Какие это действия? Эти действия мы можем увидеть, обратившись к окну резгата перевода. Мы с вами видим, что у нас была копия. Копия стала копия. To enter. И для чего это вместо the target field у нас просто стало into the target. Copy the source segment into the target. Вместо into the target field. Что сделала программа? Она проанализировала эти изменения и удалила из перевода слово поле. Копирование исходного сегмента в целевой. В данном случае мы редактируем этот перевод. Соответственно, дальше от нас не требуется. Либо переходим теперь на следующий сегмент. Что здесь? Опять здесь у нас неточное совпадение и гаечный ключ. Смотрим в окно с результатами переводов. Мы видим, что в памяти было Workspace, а в текущем сегменте используется Studio Environment. Соответственно, программа заменила пространство на среду. Если мы поднесем курсор к этому исправлению, то мы увидим, что источник – это база переводов. То есть в базе переводов хранится сопоставление фрагмента Environment среда и система, в данном случае в среде, видимо, была настройка рабочей среды Studio. И система выполнила это исправление. При этом, независимо от того, что выполняется исправление, то есть уже у нас совпадение может быть чуть больше, все равно процент совпадения указывается на уровне 80%, потому как нам, естественно, требуется с этим сегментом поработать и его исправить. Но единственное, что объем этого исправления может быть чуть меньше, нежели чем он был с самого начала, без применения данного исправления. Ну и еще один такой пример. В 11-м сегменте добавилась фраза «Text formatting». Соответственно, программа нашла в памяти перевода, что, простите, «Text formatting» переводится как форматирование текста. И подставила нам форматирование текста прямо в перевод. Но здесь требуется только убрать лишний пробел перед запятой и, в общем-то, подтвердить сегмент. В качестве источников исправлений может использоваться память переводов, а также терминологическая база. Ну, а сейчас с вами нет терминологической базы. Давайте ее подключим. Проектная терминологическая база. Использовать файловая терминологическая база. «Uplift» и «Studio UI» и «SDLTB». Окей, мы подключили терминологическую базу. И нажимаем «Окей». И переходим на следующий сегмент. На следующем сегменте вы видите, что у нас опять неточное совпадение и опять же гаечный ключ. И теперь мы видим, что источником этого исправления стала терминологическая база. То есть в терминологической базе присутствует термин «transfer» – перенос. И система использовала его для исправления этого неточного совпадения, которое нам требуется в данном случае только отредактировать и просто подтвердить. Итак, следующий сегмент номер 14. Опять мы видим исправление, которое было сделано с помощью терминологической базы. Мы видим, что в исходном сегменте было слово «settings» в настройке, а в текущем сегменте у нас используется «options» и присутствует перевод этого слова в терминологической базе. Соответственно, программа меняет перевод на параметры изменения параметров файла. Итак, это исправление неточных совпадений с помощью терминологической базы. И последний, третий источник для исправления. Этим источником может служить машинный перевод. Давайте посмотрим, как это делается с помощью машинного перевода и заодно посмотрим, как же подключить машинный перевод для использования в студию. Я перехожу в настройки проекта опять и к памяти переводов добавляю, указываю использовать SDL Language Cloud. Машинный перевод SDL Language Cloud – это облачный сервис машинного перевода от компании SDL. У меня здесь подключен просто бесплатный минимальный пакет, и мы его будем использовать с английского, соответственно, на русский. Так, он у меня подключен. Ну и для частоты эксперимента терминологическую базу мы сейчас подключим, чтобы она нам не вмешивалась. Нажмем ОК. Да, рано я нажала ОК. Возвращаясь в настройки проекта, и в параметрах настройки восстановления совпадений я должна отметить галочку «Использовать машинный перевод для восстановления совпадений». Иначе он не будет использован. Нажимаем ОК. И теперь переходим на 16-й сегмент. Ну и что мы получаем в 16-м сегменте? Как вы видите, в памяти переводов у нас была фраза «Useful if the source contains many tags». Текущее приложение «Particularly». «Useful if the source contains many tags». Соответственно, мы видим, что программа добавила перевод для слова «особенно». И если мы поднесем курсор мыши, то мы увидим, что источник этого исправления – машинный перевод из DL Language Cloud Machine Translation. Собственно, это технология «Uplift». Это новая технология памяти переводов, которая обеспечивает сохранение памяти фрагментов и их использование. То есть их использование в том случае, если нет совпадений для целого предложения, а также для улучшения неточных совпадений. Есть ли какие-то у вас вопросы по этой части? Я сейчас смотрю чат. Как включается Uplift? Хороший вопрос. На самом деле, вы мне напомнили, что я не все показала. На самом деле, Uplift не нужно включать. То есть он работает по умолчанию. То есть это просто функция памяти переводов. Она работает и все. Включает нужно исправление, улучшение этих неточных совпадений. Она включается в настройках проекта. Восстановление совпадений. Вот «включить». А, также я включала, опять же, в настройках проекта, включала вот этот фрагмент единицы перевода. То есть совпадение фрагментов по умолчанию дается только целые сегменты, которые стали частью единицы перевода. Мы ставим еще галочку на фрагмент единицы перевода, чтобы также подсказывались нам и фрагменты. Вообще, когда вы создали память переводов, то Uplift сразу же начинает работать. Но, допустим, у вас память переводов, которую вы создавали в других версиях, ну, более ранних версиях Trades. Вы ее используете для перевода этого документа. Вот у меня эта память. И когда вы его подключаете к переводу, не его, а ее, подключаете эту память к переводу, то вот обратите, пожалуйста, внимание на такой маленький значочек. Этот маленький значочек говорит о том, что наша база устарела, и что как раз-таки для оптимальной работы нужно ее обновить. Собственно, обновить ее можно прямо в окне открытия документа для перевода или настройках проекта появляется кнопочка «Обновить». Я не буду ее сейчас запускать, потому что может потребуется некоторое время, все зависит от размера памяти переводов. Вы ее обновляете, и в момент обновления выполняется переиндексация содержимого базы переводов, и устанавливается соответствие уже на уровне фрагментов, которые вы можете потом в дальнейшем использовать. Так, надеюсь, что я ответила на этот вопрос. Вопрос, можно ли сделать так, чтобы ТМ автоматически подключалась к каждому открываемому документу или проекту. Только она и так подключается. То есть ТМ подключается по направлению переводов. То есть если вы открываете документ, указываете, что переводится с английского на русский, то система сразу же отображает вам базы переводов, которые вы использовали для перевода в этом направлении. То есть это так и работает. Так, какие-то еще вопросы? Будет ли обновленная база работать в более старых версиях? Да, она будет работать, но просто не будет работать апплифт. Ну, а стандартный поиск единицы перевода, он будет выполняться. Так, давайте подумать еще какие-то вопросы. Я поставлю буквально на 5 минут на паузу, просто чтобы себе налить еще воды, чтобы во время не так сильно кашлять, во время второй части. Вот. А вы пока подумайте, какие-то вопросы есть, передохните и, может быть, ответьте как раз на свои важные звонки. Так, ставлю на паузу на 5 минут. Продолжение следует... 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 Да, давайте продолжим. Сейчас осмотрю вопросы... Нет, я вижу, что вопросы не появились. Пока, по крайней мере, я их не вижу. Ну что ж, давайте перейдем тогда к следующей части, а именно к работе с проектами. Итак, если по Афклифту вопросов нет, я перехожу к проекту. Итак, когда у вас есть пакет документов, как, например, у меня, он не такой большой, скорее, это пакетик из четырех документов, соответственно, которые, эти документы, от одного заказчика по одному проекту, соответственно, чтобы не открывать каждый документ отдельно, не подключать к нему к памяти переводов и так далее, мы просто подготовим проект и обработаем сразу же все эти документы. Итак, каким образом создается проект? Мы можем зайти в файл «Создать», соответственно, «Создать проект». Ну, либо запомнить комбинацию клавишки «Ctrl» и «U», если это часто требуется, то удобно. Итак, мы создаем проект. Мы можем создавать проект с нуля, либо на основе какого-то шаблона. На самом деле, создавать проект на основе шаблона очень удобно. То есть, если мы работаем постоянно с каким-то заказчиком и получаем от него документы для перевода, то можно создать шаблон, где указать все параметры, то есть все лингвистические ресурсы, которые мы используем, и не указывать, опять же, их каждый раз, а просто выбрать шаблон «Заказчик 1» и автоматически уже назначить все ресурсы для перевода этих документов. Итак, мы сейчас начнем создавать проект с чистого листа. Итак, давайте дадим название нашему проекту. Это, допустим, проект 16.03.2018. И автоматически для этого проекта создается папка, куда будут сохранены файлы этого проекта. Вы можете указать собственную папку, куда хотите сохранить файлы проекта. Единственное, нужно учесть, что папка должна быть пустая. То есть папка с файлом проекта должна быть пустая. Далее мы указываем такие параметры, как возможность редактирования исходного файла. Это возможность вносить исправление в исходный файл. То есть если вы видите опечатку в исходном документе, и вам не все равно, вы можете ее исправить. Для этого должна быть включена галочка на этапе создания проекта. То же самое касается и сценария, когда вы приводите один документ. Далее кнопка «Отключить объединение сегментов из разных абзацев». Напомню, что в студии 2017 появилась возможность объединять сегменты, даже если они разделены абзацами, то есть находятся в разных абзацах. Соответственно, чтобы такая возможность была, нужно, чтобы галочка тут наоборот не стояла. Необходимо выполнить проверку перед завершением этого проекта. Ну, азиатский тоже для нас не актуально. Далее опубликовать проект «Страдус Групши». Это мы не будем сегодня рассматривать, потому что мы с вами смотрим проект с точки зрения переводчика. Есть отдельный курс для менеджеров проекта, и мы рассматриваем это в этом курсе. Коротко скажу, что после того, как вы создали проект, вы можете его опубликовать на сервере «Групши», чтобы распределить этот проект по заданиям для переводчиков, чтобы они получили доступ к своим назначенным им пакетам и загрузили его с сервера. Соответственно, в этом случае мы для совместного использования, для совместной работы над проектом, мы его опубликуем на «Групши». Вы можете указать срок выполнения, но так в данном случае чисто для себя, чтобы отслеживать какой-то срок сдачи. Итак, переходим на следующий шаг нашего проекта. Указываем направление перевода. Мы можем выбрать несколько целевых языков. В случае, если мы делаем это не для себя, то как раз таки это актуально для переводческих компаний. То есть можно выбрать несколько языков. Ну, давайте я выберу немецкий, но, в общем-то, пользоваться им не буду, поскольку будем переводить только с английского на русский. Идем далее. На следующем шаге мы добавляем файлы нашего проекта. Ну, я буду добавлять не по файлу, а сразу же добавлю папку с файлами своего проекта. Папка «Документс». Папка «Документс». И у меня добавляются все файлы из данной папки. Идем дальше. И теперь мы указываем базы переводов, которые будем использовать для перевода этого проекта. Ну, как вы видите, здесь у меня уже в настройках содержится база, которую мы использовали на предыдущих шагах. Я их сейчас вообще отсюда уберу, чтобы они никого не смущали. И теперь мы подключим свои базы переводов. То есть, допустим, для этого заказчика у меня есть свои базы переводов. Использовать файловая база переводов. WebEx 2018. Term-based creation. Ой, простите, не Term-based creation, а Project. Teams. И у меня здесь две базы переводов. Я обе базы подключу к переводу моего документа. На что здесь нужно обратить внимание? На вот эту кнопочку обновления. Видите, что галочка стоит на первой, на вторую она по умолчанию не ставится. Я сделаю наоборот. Я буду обновлять, сохранять результаты перевода в памяти Software Groups. А General English Russian я буду использовать только в качестве справочной. То есть, в ней не будут сохраняться результаты моего перевода. Итак, мы подключили базу. Идем далее. Следующий шаг. Терминологические базы. И давайте подключим здесь терминологическую базу. Опять же, она у меня находится в папочке. Project. Term-based. Терминологическая база. Добавляю терминологическую базу. Идем дальше. Следующий шаг. SDL PerfectMage. Здесь я даже не буду устанавливаться и вам про это рассказывать. И переходим на следующий шаг. Подготовка к проекту. Здесь указывается последовательность задачи. То есть, что выполняется. Выбираем нужные последовательные задачи. Ну, тут основные те процедуры, которые выполняются с документами. Эти задачи имеют определенное название. Тут есть подготовка и без создания проектной базы. Нужно выбирать, ну, Ярик надо выбирать без создания проектной базы. Ну, опять же, если вы сам себе переводчик, если вы менеджер, то как раз-таки имеет смысл создавать проектную базу. То есть, это когда из основной базы переводов выделяется кусочек с единицами перевода, релевантными для перевода именно этого документа. То есть, чтобы не отсылать целиком всю память переводов, а только кусочек, относящийся к данному проекту. Мы используем последовательность задачи без создания проектной базы. Она будет включать в себя преобразование в переводимый формат, копирование в целевые языки, применение PerfectMatch, которые мы не стали делать, предварительный перевод файлов и анализ файлов. Идем далее. Здесь мы можем задать какие-то параметры анализа файлов или предварительного перевода. То, что я вам показывала, какие сегменты подставляются из памяти перевода в 100% или менее точные. На шаге «Краткие сведения по проекту» мы можем задать, например, параметры проверки. То есть, настроить встроенные инструменты контроля качества. Мы переходим в проверку, QR-чекер. Здесь я хочу отключить галочку «Проверять непереведенные пустые сегменты», потому что я планирую очень много дней перевести в этом документе. Ну, попробуем настроить средства проверки терминологии. Проверять возможное неиспользование целевых терминов. Нажимаем «Готово» и выполняются те шаги, которые мы запланировали. Итак, выполнена подготовка проекта. И прежде чем закрыть мастер создания проекта, мы можем с вами создать шаблон по этому проекту. То есть, чтобы в следующий проект уже использовать шаблон и не задавать заодно вот эти все базы переводов, терминологические базы и так далее, настройки проверки. «Создать новый шаблон проекта на основе данного проекта». «Закрыть» и мне предлагается создать проект. Ну, вот я назову его, допустим, «Заказчик-1». И мне сразу же понятно, что когда мне приходят документы от «Заказчик-1», я буду использовать этот шаблон для подготовки его файлов. Итак, наш проект «Готово». Он появился в списке проектов. Сейчас на студии он находится в режиме проекта. Слева внизу вы видите, что у нас активен режим проекта. Соответственно, мы можем посмотреть отчет по данному проекту. То есть, посмотреть отчет по результатам анализа. При этом отчеты, они делятся по языкам, конечно же. Ну и, как вы сейчас увидите, что для русского языка. Ну, соответственно, вот эта общая информация по проекту. Здесь название проекта, память переводов, которая используется для него, направление переводов. Дальше дается сводная статистика по всем файлам, входящим в проект. И отдельно дали таблицы по каждому файлу. С отчетом вы уже с этим познакомились. Здесь сколько всего символов, сегментов и слов в нашем проекте и сколько совпадений. Единственное, что здесь будет новое для вас, это повторы между файлами. Ну и вообще повторы, я на них не обратила ваше внимание. То есть, программа показывает, если для сегмента совпадений из памяти нет, но этот сегмент повторяется, допустим, во всех ваших файлах, ну, в нескольких из ваших файлах и неоднократно, то имеет смысл это учесть, потому что, ну, например, то есть, может быть, имеет смысл его как-то заранее перевести, согласовать, и чтобы переводить одинаково и единобратно. Но особенно это важно в том случае, если проект распределяется между несколькими переводчиками и не используется совместная память переводов, то лучше заранее такие повторы подготовить, перевести их и уже раздавать. Соответственно, также на этапе создания проекта вы можете задать такой параметр, как экспорт повторяющихся сегментов в отдельный файл, чтобы их перевести. Ну, опять же, это уже тренинг, не наш сегодняшний тренинг. И еще анализ, точнее, отчет, предварительный перевод файлов, то есть это количество сегментов, которые мы подставили из памяти перевода, то есть количество сегментов, слов и символов. Опять же, общая по всему документу и по каждому файлу в отдельности. Но по немецкому печальная статистика, да, здесь все грустно, потому что, на самом деле, для немецкого мы не добавили ни одной памяти переводов. Но зато здесь как раз-таки присутствуют повторы, но их тоже не так много. Итак, вернемся к нашему проекту. Да, как я говорила, что при создании проекта создается папка проекта. Давайте посмотрим. Мы можем ее открыть прямо отсюда. И мы увидим, что у нас появилась папка проекта 16.03. Соответственно, файлы распределяются на папки. То есть у нас есть папка с исходными файлами, есть папка, и по каждому целевому языку создается отдельная папка, куда вставляются двуязычные наши документы. Но, в принципе, нам это особо не нужно, только на случай каких-то форс-мажоров, если нам вдруг нужно взять файл проекта и его, допустим, отправить заказчику срочно, а не целый проект. Также здесь содержатся отчеты. Собственно, сами файлы проекта мы видим на вкладке файлы. Мы не видим на вкладке файла. Сейчас увидим. Вот, увидели на вкладке файла. И здесь мы видим ход выполнения. То есть это, в принципе, как раз-таки результат предварительного перевода, то есть то, что было подставлено из памяти. Ну и вот мы видим, насколько они были переведены. Ну, соответственно, чтобы начать переводить документы, входящие в проект, нам просто достаточно дважды щелкнуть по нашему документу, и он открывается для перевода в... Простите. Он открывается для перевода в студию уже в среде редактирования. Соответственно, мы здесь перемещаемся по сегментам и можем... выполняем перевод точно так же, как мы это делали в сценарии с перевода одного документа. Ну, как вы видите здесь, у нас совпадение 97%. Ну, я немножечко, да, пройдусь по этому документу. Совпадение 97%. И если мы поднесем курсор мыши вот в окно связи с памятью переводов, ну, мы увидим, что это штраф за отличие форматирования. То есть у нас перевод, сегмент полностью совпадает, сегменты текущие и то, что сохранено в памяти, но отличаются форматирования. То есть в данном случае присутствует выделение жирным. Ну, вот мы применяем это выделение жирным, да, выделяем слово в переводе, к которому нужно применить это форматирование, выделение жирным, мы копируем его из исходного сегмента. Соответственно, подтверждаем наш сегмент. Здесь аналогичная ситуация, то есть здесь у нас только отличие по форматированию. Но даже при отличии форматирования у нас совпадение не будет точно, потому как нам важно это форматирование сохранить. Так, о чем-то меня ругает. Предупреждение, целевой сегмент не содержит перевод термина DialogBox. Ну-ка, если мы вернемся, то у нас термин «Диалоговое окно», а у нас просто в «Диалоге». Давайте исправим диалоговом окне. «Options» перейдите на закладку «Spelling and Grammar». Соответственно, в блоке «Spelling» выберите. Да, система нас уже больше не ругает. Вот, то есть таким образом мы проходим по всему документу, подтверждаем его. То есть, ну, в принципе, все стандартно. Ну, я не буду полностью проходить этот документ. Я его сохраняю, просто сохраняю. Сохранят в этом промежуточном виде. Когда мы работаем с проектом, если нас, там, вдруг заказчик срочно от нас не требует, то нам не нужно сохранять перевод как для каждого файла. Мы это можем сделать пакетно. Я покажу, как мы это делаем сейчас, в ближайшее время. Соответственно, я закрываю этот документ. Я закрываю этот документ. Да, в редакторе у меня тут висит еще предыдущий. Я его тоже закрою, чтобы он нас не смучал. И я, если перейду на вкладку проекты, снова активирую свой проект 16.03, то я увижу, да, могу отследить ход выполнения перевода. То есть, ну, увижу, что чуть-чуть статистика по этому документу, она чуть-чуть... Ну, да, по этому документу она немного улучшилась. Соответственно, таким образом я работаю с каждым документом, то есть, перевожу каждый документ, сохраняю его в промежуточном виде. Соответственно, по окончании перевода всех документов я могу выполнить проверку сразу же, запустить проверку сразу же по всему проекту, не по файлу в отдельности. То есть, я получаю сообщение от инструментов проверки, как вы видели уже по ходу перевода, плюс я могу запустить проверку по всему проекту. Соответственно, правая кнопка мыши, пакетные задачи и проверка файлов. Проверка файлов. Далее... Далее... Ай, можно было бы только... Только для русского, для немецкого снимем, потому что там ничего хорошего проверка нам не скажет. И готово. Закрыть. И смотрим результаты этой проверки в режиме отчеты. То есть, у нас появился дополнительный отчет, проверка файлов. И в этом отчете содержится сообщение об ошибках. Ну, причем сообщения об ошибках, они выдаются по каждому файлу. При этом мы можем щелкнуть по сообщению об ошибке прямо в отчете, чтобы перейти к этому сегменту непосредственно в документе. Мы видим, что сегмент, который был подставлен с памятью, с пометкой снимок, с совпадением по контексту, он на самом деле содержит некорректный термин, spelling checker, когда ожидается термин проверка орфографии. Ну, и далее мы можем проверять этот документ. Не возвращаясь в отчет, у нас есть вкладка сообщения, которая содержит сообщения из отчета по проверке. И, соответственно, мы можем эти сообщения все посмотреть. И, опять же, вот у нас диалога вместо диалогового окна и исправить эти замечания. Итак, после того, как мы выполнили проверку... Да, еще такой важный момент по поводу проверки. В том, что проверяется несоответствие на уровне всего проекта. То есть, опять, если проект распределяется по группе переводчиков, не имеющих, допустим, доступ к общей памяти, работающих в каком-то автономном режиме, то это важная проверка, то есть, что одинаковые сегменты переведены одинаково. Итак, после того, как мы выполнили проверку, все исправили, мы финализируем наш проект. Опять же, это пакетные задачи. Финальная обработка включает обновление основных баз переводов, формирование переведенных файлов и экспорт файлов. Честно скажу, что экспорт файлов этой задачи вообще по умолчанию нет, то есть, я ее добавила. То есть, можно выполнить финальную обработку, а затем уже экспорт файлов. Ну, просто так удобнее, я вам сейчас покажу. Итак, финальная обработка, далее, далее, и готово. Готово. Формирование переведенных файлов, экспорт файлов. Экспорт файлов означает, что наши файлы, они сохраняются в специальную папочку, то есть, в отдельную папочку, то есть, они, естественно, если мы откроем папку проекта, то в папочке RORUM мы с вами увидим, как наши двуязычные документы, переведенные, так уже и готовые переведенные документы в исходном формате. Ну, дополнительная задача экспорт файлов создает еще дополнительную папочку. Нет, простите, это не те документы. Это эти документы. Экспорт файлов. RORUM. Документ. И вот все мои файлы, чтобы не выбирать между... Хотя это, в принципе, тоже не сложно, чтобы не выбирать между двуязычными файлами и переведенными, все мои переведенные файлы складываются в эту папку, которую я уже могу отправлять далее заказчику. Все. Соответственно, мы закончили работу с проектом. Если, напомню, если нам поступает следующий пакет документов от этого же заказчика, мы уже с вами создали шаблон. И далее мы будем использовать... Я вот сейчас нажала кнопку «Создать проект». Мы будем использовать этот шаблон для создания следующих проектов. И здесь уже будут выбраны языки, базы перевода в терминологическую базу и все остальные параметры. То есть нам потребуется только добавить файлы к проекту, и, собственно, наш проект будет готов. Итак, это была часть тренинга по созданию проектов. Теперь я готова ответить на вопросы по этой части, если они у вас появились. Итак, вопросы. Так, как создать терминологическую базу? Хороший вопрос. Я надеюсь, что мы сейчас успеем это рассмотреть. Так, вопросов, как мне кажется, похоже, больше нет новых вопросов, да? Или же я их не вижу каким-то образом? Ну что ж, давайте тогда у нас... Что такое... Так, вопрос, что такое PerfectMatch. Все-таки, да, интересно, что такое PerfectMatch. Давайте я вам расскажу. PerfectMatch – это функция сравнения нашего текущего документа не с памятью переводов, а с предыдущей двуязычной версией этого документа. Ну вот, например, мы переводим инструкцию по Studio 2015, у нас сохранился двуязычный файл. И выходит инструкция по Studio 2017. Соответственно, что мы можем делать? Да, ну, мы можем начать просто открыть память переводов по инструкции к Studio 2015 и начать ее переводить. Ну, понятно, что тут могут быть варианты переводов и так далее. Да, из памяти переводов. Это, ну, все равно требует... Каждое совпадение, оно требует какого-то обдумывания. А функция PerfectMatch, она сравнивает наш текущий документ, то есть, ну, вот инструкция к Studio 2017 с предыдущей двуязычной версией документов. То есть, она именно идет с сравнения, выполняет по абзацам. Если она видит, что абзац полностью совпадает, она берет этот абзац из, ну, предыдущей версии документа и, как бы, его блокирует. Помечает, что это PerfectMatch, такое идеальное совпадение. То есть, это совпадение, взятое не из памяти, а из предыдущей версии этого документа. То есть, этим совпадением мы можем еще доверять больше. И, в общем-то, этот PerfectMatch удобен для таких обновляющихся проектов. Ну, просто не так часто это встречается. Так, на PerfectMatch я ответила. Вопрос, почему мы не используем теги форматирования во время работы с проектом? Ну, не знаю, вы имеете в виду вот эти кнопки, да? В редакторе применение, ну, сейчас их не видно, применение форматирования, ну, не знаю, мне привычнее пользоваться, вот, копировать форматирование из исходного сегмента. Ну, кому как. Можно, в принципе, пользоваться вот этими кнопками bold, italics, underline и так далее. То есть, здесь, в общем-то, нет никаких ограничений. Ну, что же, тогда, наверное, я прилагаю. У нас есть еще полчаса. Ну, и, наверное, давайте все-таки мы посмотрим терминологию, то есть, отдадим все-таки предпочтение терминологии. Посмотрим, как создавать терминологические базы из глоссаря в формате Excel. Итак, у меня, ну, я надеюсь, что терминологическая база будет сегодня с вами дружить, она все-таки уже дружит, уже находит неиспользованные термины. Итак, если у вас есть какие-то терминологические наработки, ну, вот мне коллега подсказывает, что теги форматирования исходника могут содержать больше свойств, чем просто bold details. То есть, там может быть размер еще какого-то срифта. Ну, так что вот копирование из исходника может быть безопаснее. Так, я вижу терминологическую базу, но я не вижу Excel-ский файл, поэтому мы сейчас быстренько скопируем терминологическую базу из папочки Advanced Training. Так, Advanced Training. Вот эту. Так, и на ней посмотрим, как же нам создавать терминологическую базу, такой важный ресурс. Итак, допустим, у вас есть какие-то терминологические наработки, которые, да, на основе которых вы садите... То есть, ну, какой-то глоссарий у вас уже есть, и его можно было бы использовать для создания терминологической базы. Итак, нам нужно привести этот глоссарий к виду таблицы Excel. Какой вид должен быть у этой таблицы Excel? Ну, табличка должна быть аккуратнее. То есть, нам нужно его разделить на колонки, эту Excel-скую табличку, и каждую колонку подписать. То есть, колонку с терминами на английском языке мы подписываем как English, колонку с терминами на русском языке мы подписываем Russian. Ну, не обязательно вы можете как-то по-своему подписать. Но суть в том, что это должен быть английский и русский язык. Ну, и вот у меня еще... Мне повезло, у меня есть еще определение. То есть, определение для понятия на русском языке. То есть, это дополнительная колонка, в которой есть пояснение. Кроме того, в моей терминологической базе есть синонимы. То есть, alignment я могу перевести как выравнивание, как синхронизация и как сопоставление. Соответственно, если в вашем глоссарии присутствуют синонимы, эти синонимы должны быть отделены каким-то специальным образом. Через запятую... Ну, все синонимы должны быть одинаково отделены. В данном случае у меня они отделены косой чертой. Почему косой чертой? Почему, например, не запятой? Потому что термин может быть каким-то словосочетанием, внутри которого уже есть запятая. И в этом случае программа неправильно его распознает. И распознает это как синонимы, а не как один такой сложный термин. Поэтому отделяйте свои синонимы. То есть, синонимы записываются в одной ячейке, отделенные косой чертой, прямой чертой. Не важно. Но важно, чтобы они были отделены. Иначе это будет один такой большой термин. И это будет неправильно. Ну, или, например, это может быть не только синонимы, но и, например, аббревиатуры. Да? Translation Memory. Те. В русском это база переводов, может быть, или память переводов. Вот. То есть, таким образом мы с вами приводим в порядок наш глоссарий. И готовим его к преобразованию в формат терминологической базы Multi-Term. Вот я ее закрою. Сохранять нечего. Я ничего полезного здесь не добавила. И для преобразования мы с вами воспользуемся приложением портала SDL App Store. Напомню, что SDL App Store это портал, где хранятся приложения, расширяющие функциональность студио. И которые мы можем использовать в студио. Итак, одно из этих приложений Glossary Convert. На самом деле в студио есть тоже в Multi-Term, да, приложение, которое входит в пакет Studio для работы с терминологическими базами. Тоже есть функциональность по преобразованию Glossary с формата Excel в Multi-Term, в терминологическую базу. Но в Glossary Convert это реализовано гораздо удобнее, поэтому мы смотрим это в Glossary Convert. Итак, Glossary Convert. Вот это приложение. Нам необходимо зайти в настройки и проверить, что у нас с вами поддерживаются синонимы. И каким знаком эти синонимы отделены. Они у нас отделены не запятой, а косой чертой. Они отделены косой чертой. Ну, в общем-то, все. Все настройки. И теперь мы перетаскиваем файл с нашей терминологической базой на значок In, стрелка вниз. То есть мы ее перетаскиваем для преобразования. Итак, у нас создается терминологическая база. И в папочке Term-Base Creation у нас получается файл нашей терминологической базы. Вот это файл sdl.tb. Ну и несколько рабочих файлов, на которые мы можем не обращать внимания. Мы можем их даже удалить. Я открою полученную терминологическую базу Multiterm. Напомню, что Multiterm – это приложение, которое входит в пакет из Deltrado Studio и предназначено, ну, скорее, для лексикографов, для управления терминологической базой. Ну, собственно, вот наша терминологическая база, она открылась в Multiterm. Ну, вот мы видим, что наш первый термин – alignment. Мы видим определение для этого термина и видим синонимы. Несколько синонимов на русском языке, которые предназначены для перевода термина alignment. Ну, в общем, собственно, терминологическая база создана. Давайте попробуем еще раз добавить эту терминологическую базу к переводу документов в Studio и добавить новый термин в эту терминологическую базу. Я закрываю терминологическую базу в Multiterm и открываю для перевода документ, который называется About Quick Place. Выбираю из контекстного меню команду Translate in Deltrado Studio. Это еще один способ открыть документы для перевода. У меня появляется окно открытия документа. Я выберу базу перевода в тренинг. Базу Studio отключу. Нажимаем ОК. И, собственно, наш документ открывается для перевода. И сейчас мы с вами еще подключим нашу терминологическую базу к нашему проекту. Настройки проектной терминологической базы. Использовать файловая терминологическая база, которую мы только что создали. Она называется M-Dictionary for Glossary Converter. Open. ОК. Да. И, как вы видите, наша терминологическая база работает. Quick Place. Быстрая подстановка. У нас сразу же определяется перевод. И мы видим определение для этого термина. Что такое функция быстрой подстановки тегов. Если мы поднесем курсор, то мы увидим полностью весь текст этого комментария. Вот. Ну что ж, давайте попробуем все-таки добавить новый термин. Ну вот, у нас нет термина редактор. Давайте. Редактор. Давайте попробуем. Я написала перевод. Давайте все-таки попробуем добавить этот термин. Я надеюсь, что все будет в порядке. Итак, редактор. Дважды щелкаем по переводу. То есть выделяем слово перевод. Выделяем исходное слово. И нажмем кнопку добавить новый термин. Так, у меня появляется окошко. Да, вот сейчас оно сработало. Все, собственно, этот термин уже, как вы видите, в окне распознавания терминологии. Он сразу же присутствует в моей терминологической базе. В принципе, здесь при желании я могу также добавить определение и дать определение для этого термина. Ну, если я хочу добавить это определение. Ну, собственно, и все. То есть таким образом мы подключаем терминологическую базу к переводу... Да, что же такое? Что же мне с этой панелью не побороться? К переводу документов в студию. Еще важный момент. Когда мы с вами подключаем терминологическую базу к переводу вот в этом окошке распознавания терминов, настройки проектной терминологической базы, то терминологическая база, она добавляется только к текущему документу. То есть если мы откроем следующий документ, терминологическую базу придется подключать снова. Чтобы ее заново не подключать, чтобы она автоматически подключалась ко всем нашим документам, мы можем ее подключить на уровне параметров, и она уже всегда будет подключена. Давайте посмотрим. Соответственно, настройки проекта – это те настройки, которые относятся именно к нашему текущему открытому документу, либо же проекту, если мы использовали сценарий перевода проекта. Для того, чтобы задать общие настройки для текущего документа и последующих, мы переходим в файл «Параметры». «Параметры» – это общие настройки для всех документов, и здесь языковые пары, все языковые пары, терминологические базы. И, соответственно, здесь мы с вами добавляем терминологическую базу, и в следующий раз при открытии документа нам эту терминологическую базу заново не потребуется подключать. Это мы с вами посмотрели создание терминологической базы из глоссария в формате Excel. Если у вас никаких наработок нет, то вы просто можете создать терминологическую базу с нуля, так же, как мы сделали с базой переводов. То есть мы создали, по сути, контейнер пустой, куда начали сохраняться наши переводы. Но если переводы в памяти сохраняются автоматически, то в терминологическую базу мы их сохраняем, пополняем ее вручную, но поскольку, чтобы стать термином, нужно какое-то противотвердение, то есть все подряд в термины не добавляется, а это именно какая-то специализированная терминология, которую мы сами выбираем. Соответственно, чтобы создать контейнер этой терминологической базы, то есть пустую терминологическую базу, мы так же, как и с памяти переводов, можем нажать кнопочку в тех же параметрах или в настройках проекта терминологические базы, создать новую файловую терминологическую базу. Появляется мастер создания терминологических баз. Нажимаем кнопку «Далее». Опять же, мы можем создавать терминологическую базу по какому-то шаблону, либо же с нуля. Называем с нуля. Давайте назовем ее, лучше по-английски давать название. «Трейнинг». Выбираем языки. При этом мы можем просто языки, либо под языки. Давайте выберем английский. Терминологическая база может быть многоязычной, как я уже вам показывала. То есть она может содержать множество языков и выполнять поиск по любому из этих языков. Добавить. Ну и давайте традиционно русский. Русских языков здесь вы видите тоже, их уже несколько. Далее. Здесь у нас шаг добавления писательных полей. То есть если вы хотите, чтобы в вашей терминологической базе присутствовали не только термины, но какая-то дополнительная информация, нужно указать, какая информация это будет. То есть дать название этим полям, в которые будет заноситься информация. Например, «Дефинишн» добавить. И, например, еще «Кастумер». Важное поле, что в зависимости от заказчика мы можем по-разному переводить. Ну и нам нужно указать тип этого поля. То есть поле может быть текстовым. Я щелкаю, выбираю «Дефинишн», «Свойства» и указываю, что это тип данных текста. «Заказчик», чтобы, допустим, у меня какой-то ограниченный круг заказчиков постоянных, моих клиентов, чтобы каждый раз не печатать там «Заказчик А», «Заказчик Б», я могу указать уже сразу же список этих заказчиков, чтобы просто выбирать из этого списка. Я могу нажать «Свойства», выбрать тип данных, список выбора и ввести эти «Заказчик 1» плюс «Заказчик 2» и так далее. Окей. Переходим на следующий шаг. Далее нам нужно указать, к чему относятся наши описательные поля. То есть они могут быть на уровне всей словарной статьи. Ну, это может быть картинка, да. То есть картинка там, она, допустим, одинаковая для всех. Дальше. А термины, они могут быть разные для разной заказчика. Соответственно, на уровне термина мы можем добавить поле «Заказчик». И там определение какое-то тоже на уровне термина. Окей. Ну, собственно, все. Готово. Мы создали с вами терминологическую базу «Тренинг». Она пустая. То есть это файл, который имеет расширение SDL-TB, SDL-TermBase. И уже его мы подключаем к переводу наших документов. И, ну, получается, эту терминологическую базу нам нужно пополнять в ходе перевода. То есть нам нужно добавлять в нее новые термины. Каким образом эти термины добавляются, я вам уже показал. Ну, на этом, наверное, мы закончим наш сегодняшний тренинг. Давайте, ну, точнее, закончим эту часть и наш тренинг тоже. Я готова ответить на вопросы по этой части. Так, кто-то пишет, что пропал звук. Ну, видимо, раз меня коллеги не предупредили, то, видимо, это была какая-то локальная проблема. Надеюсь, что все остальные меня слышали. Возможность использовать ТМ в двух направлениях перевода. Например, база «Enroe» для перевода «Руин» была добавлена только в студию 17, или такая возможность есть и в более ранних версиях. Каким образом реализована данная возможность? Такая возможность есть в более ранних версиях. Она была встроена в студию 15. В более ранних версиях она была на уровне приложения, которое называется «Enroe.tm». Соответственно, сейчас я покажу. Давайте откроем для... Быстренько покажу. Коротко перевести документ. Ну, допустим, тот же «Demo.docx». В окне «База переводов и настройки документа» использовать команда «Любая.tm», «Любая файловая база переводов». Соответственно, любая файловая база переводов. Вы можете подключить базу переводов в противоположное направление. Ну, на самом деле, у нас есть на сайте заметка о том, где написано подробнее, как это работает. То есть создается параллельная база противоположного направления. Ну, и поэтому я просто не буду сейчас подробно об этом говорить. Зайдите на наш сайт, найдите по Anytime нашу заметку, либо просто напишите, я вам отвечу с удовольствием. По-моему, у нас даже было видео, мне надо посмотреть. Так, какие-то вопросы. Я сейчас открою вкладку «Q&A». До и после нужны пробелы. А, до и после, я поняла. Нужны ли пробелы, когда вы отделяете синонимы в Excel-файле? Вот здесь. Нет, здесь пробелы не нужны, у меня здесь пробелов нет. Так, если я решила переименовать файл ТМ, которыми я всегда пользуюсь, может ли это вызвать проблемы со старыми проектами, к которым эта база была подключена под старым именем? Ну, то есть если эти старые проекты, они вам не нужны, вы не планируете к ним возвращаться, то не может. Но если вы планируете, допустим, вернулись к этому проекту, что-то хотите доперевести, то, естественно, они потеряют связь с базой переводов, но они просто не смогут ее найти. Нужно будет указать новую память переводов, ну, новое название. Подразы распознают только вардовские файлы для перевода или поддерживаются также файлы PDF-Excel. Поддерживается очень большое количество форматов, как я говорил, конечно же, это PDF-Excel, конечно, и PDF, причем не только электронные, но и сканированные PDF, то есть мертвые. И вот я сейчас перешла в параметры, типы файлов, и вот полный список поддерживаемых, типы файлов, которые поддерживаются, он сейчас вот перед вами. Этот огромный совершенно список, вот он есть. Так, можно ли подключить электронные словари? Ну, вообще, линва нет, есть, на самом деле, опять же, на портале SDLibStore, есть готовые какие-то терминологические базы по различной терминологии, например, там, Европейского Союза или Microsoft, которые можно подключить. Так, ну что же, я больше вопросов не вижу. Ну, в таком случае, благодарю вас за внимание. Напомню, что... Так, вопрос про... Как называется приложение? Где можно купить Gloss Reconverter? Gloss Reconverter – это бесплатное приложение. Да, приложение называется Gloss Reconverter. Оно бесплатное, покупать его не нужно. Соответственно, как и большинство приложений на портале SDLibStore, сейчас там 240 приложений различных, соответственно, большая часть из этих приложений бесплатная, и можно просто скачать портал extore.sdl.com, ищите по Gloss Reconverter, соответственно, с большой вероятностью находите приложение Gloss Reconverter. Ну, что ж, я напомню, что после вебинара вам будут добавлены доступ к сертификации первого и второго уровня. Соответственно, для того, чтобы получить этот доступ, вам нужно зарегистрировать электронный кабинет. Это можно сделать просто на сайте SDL. У кого этого кабинета еще нет, у кого этот кабинет уже есть, то просто получите доступ к этот кабинет. Соответственно, у меня есть уже аккаунт, вам нужно будет создать новый кабинет. Ну, присоединяйтесь к сообществу пользователей, пишите нам на trosservice.ru за поддержкой на русском языке. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, что информация была полезной. На этом я прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok